Глава восьмая «Генри!» — потрясенно прошептала девушка. Герцог застыл, медленно положив бутылку на стол, и забрал бокал из ослабевших рук леди прежде, чем она его выронила. «Что здесь происходит?» — яростно потребовал ответа в брат. «Генри!» — все так же слабо произнесла леди, не найдя ни единого слова для такого положения. «Я целовал твою сестру», — спокойно сказал Чарльз. «Что?» — удивился брат. Удивленно посмотрев на Герцога, леди осознала весь ужас ситуации. Генри застал ее, помолвленную, в объятиях другого мужчины. Опустив руки, она отошла на шаг от Чарльза. «Это не то, что ты подумал», — горячо зашептала девушка, закусив губу от отчаяния. «Анна!» — послышался голос леди Элизабет со стороны дома. Генри сверлил взглядом Чарльза, пока Герцог спокойно допивал шампанское из бокала, который продолжал держать в руках. Леди в нерешительности стояла между мужчинами. «Генри, прошу!» — умоляюще прошептала она. «Не говори ничего. Просто пойдем». «Герцог Карлайл», — зашепел Генрих. «Моя сестра, как вам известно, помолвлена». «С негодяем», — закончил за него Чарльз. «Чарльз!» — воскликнула Анна, резко повернув голову в его сторону. «Анна, ваш жених — никчемный болван. Вы достойны лучшего. Но он хотя бы соблюдает правила приличия», — возразил Генри, пыхтя от возмущения. «Я прошу вас обоих, прекратите!» — взмолилась напуганная происходящим леди. «Как долго это продолжается?» — допрашивал Генри. «Вы стали свидетелями первого настоящего поцелуя вашей сестры», — иронично ответил Герцог. «Чарльз!» — взвизгнула Анна. Девушка была потрясена ситуацией и своим пассивным участием в ней. Леди просто растерялась и не знала, что делать. Разговор, казалось, продолжался без ее участия. Генри заметно выдохнул. «Хорошо», — мрачно сказал он. «Надеюсь, на этом все закончится. А вас не удивляет такой факт с давно помолвленной леди?» Спокойно продолжил Герцог, как ни в чем не бывало. «Ваша светлость, прошу!» — стряла Анна в разговор. «Давайте на этом закончим обсуждать мою частную жизнь». Я подумал и решил. Вдруг Чарльз пристально посмотрел на леди. «С этого дня я собираюсь ухаживать за вами». «Ваш жених не достоин такой леди, как вы?» «Карлайл», — моя сестра помолвлена с детства. «Она любит Эмсби!» Но в данный момент Анна совсем забыла про жениха. Она забыла о нем с той секунды, как вошла в эту беседку. Джеймс. Представив его, девушка ощутила глубокий стыд от того, что испытала в чужих объятиях. «О, Господи! Ведь это не она прервала поцелуй, а Чарльз! Если бы Герцог не остановил ее, неизвестно, когда бы сама Анна смогла это сделать». «Джеймс не верен вашей сестре», — услышала она продолжение разговора. «И никогда не будет верен». «Вы этого хотите для нее?» Он растопчет ее чувства. «Какое вам до этого дело?» — мрачно спросил брат. «Я сегодня посмотрел на вашу сестру другими глазами». Тихо ответил Чарльз, пожав плечами. «Готов ухаживать за вами, Анна, чтобы узнать получше». Леди растерялась от смятения. Стыд за свое поведение, смущение от прилюдного признания неверности Джеймса одолевали ее. Внимание Герцога было явно излишне. «Прошу прощения, ваша светлость, если мое поведение заставило вас думать, что я готова к вашему вниманию», — сдержанно произнесла Анна. На негнущихся ногах леди покинула беседку и направилась в сторону дома Стэнфилдов, оставив брата наедине с Герцогом. Девушку трясло. Встретив на полпути матушку, она не придумала ничего лучшего, чем оправдать свое шоковое состояние тем фактом, что ей стала известна неверность Джеймса. Сказать такое было единственным, что пришло в голову. «О, дорогая!» — сочувственно произнесла леди Элизабет, вышагивая по укромной террасе. «Не переживай. Мужчинам свойственно заблуждаться». А Герцог заблуждается в своем решении ухаживать за ней. Анна представила его. Таким, какой он был в беседке. Девушка почувствовала трепет и страх, что не сможет отказать Чарльзу, если он решит вновь преподать урок поцелуев. «Со временем ты привыкнешь», — продолжал успокаивать матушка. «После свадьбы Джеймс изменится. Конечно, он всю жизнь знал, что вы станете супругами. Позже он оценит себя по достоинству и поймет, какое сокровище ему досталось». «Вы верите в это, мама?» — отрешенно спросила Анна, вспоминая слова Герцога. «Ну, конечно, моя дорогая. Ты же образец истинной леди!» — воскликнула в ответ матушка. «Образец истинной леди». Анна, закрыв глаза, вспомнила, как обнимала Чарльза в беседке. Предательски почувствовала, что желала бы вернуть то мгновение. Она разозлилась на себя. «Мама, Генри же сказал мне о леди, которой вы предложили выйти за него. Решила спросить Анна. Брат еще долго не сделает этого, так хоть она будет знать имя девушки». «О, Господи! Я не думала, что твой брат так отреагирует. Мне казалось, он испытывает интерес к этой леди». Оправдывалась матушка. «Образдно». «Так кто эта счастливица, которая уже ненавидит Генри?» «Твоя подруга, Луиза Спенсер», — огорошила матушка. «И я считаю, что она очень ему нравится. Просто твой брат — болван». Это оказалось еще одной новостью для Анны. Она никогда не замечала, чтобы Генри вообще смотрел на Луизу. Попросив леди Элизабет закончить на сегодня вечер, девушка предложила удалиться домой. Одевшись в ночную сорочку и халат, леди металась по своей спальне в ожидании брата. Зная Генри, Анна понимала, что он обязательно придет поговорить. Не прошло и часа, как она услышала шаги поднимающегося Генри по лестнице. Брат, постучав и открыв дверь, застыл на пороге. «Не спишь?» — сдержанно поинтересовался молодой мужчина. «Тебя жду», — честно призналась Анна, смущенно глядя на него. «Проходи». Войдя в спальню, наследник лорда Хейли сел на постель и спокойно посмотрел на сестру. Прекратив метаться по комнате, она расположилась перед туалетным столиком. «Осуждаешь меня?» — тихо спросила девушка, глядя в зеркало на брата. «Нет», — ответил Генри. «Кто я такой, чтобы осуждать тебя?» Резко обернувшись, леди посмотрела на него. «Ты так кричал?» Поморщившись, вспомнила она. «Прости, это от неожиданности», усмехнулся Генри. «Осуждаешь меня?» «Расскажешь кому-нибудь?» «Кому?» «Родителям?» «Джеймсу?» хмыкнул брат. «Не знаю», — вздохнула Анна. Она ожидала нескончаемого потока упреков от брата, ну или хотя бы обвинений в распущенности. «Если честно», — начал Генри, «я был бы рад начнить Чарльз и ухаживать за тобой». Удивившись, леди спросила. «Почему?» «Он лучше Джеймса», — мрачно ответил брат. «Он сильно изменился после Индии». «Очень сильно. Если раньше я бы и близко не подпустил Чарльза к тебе, то теперь это не так». «Что ты имеешь в виду?» непонимающе поинтересовалась Анна. «Не знаю, но Карлел стал другим». «А Эймсби и вправду не сделает тебя счастливой, Энни». Услышав свое детское имя, Анна расслабилась и улыбнулась. «Тебе всегда не нравился Джеймс», — напомнила она. «В общем, сестренка», — сказал Генри, вставая. «Я разрешил Карлайлу ухаживать за тобой». «Что-что?» — выпалила девушка в изумлении. «А что? Ты помолвлена, а не замужем. Леди может позволить себе изменить решение. Им за это ничего не бывает. Тем более, по всем правилам, Чарльз — лучшая партия, как ни посмотри. Кто тебя осудит?» Генри, с улыбкой глядя в расширившиеся глаза сестры, устало поднялся на ноги и двинулся к двери спальни. «А мне предстоит наконец-то узнать, кого маменька сосватала, и откровенно поговорить с Леди. Может, бедняжка уже свадебное платье заказала?» — усмехнулся брат. «Не заказала», — тихо сказала Анна. «Откуда ты знаешь?» — скинув брови, спросил он. Неужто мама все отменила и сама объяснилась с несчастной? «Она в курсе, что ты не намерен жениться и в ужасе от перспективы назвать ее женой». А Леди Элизабет не пощадила девушку. «Да?» — поморщился Генри. Нахмурившись, Анна призналась. «Это не мама сказала, а я, сама того не зная». «О чем ты?» — подозрительно спросил он. «Бедняжкой, которую выбрала мама тебе в жены, оказалась Луиза Спенсер». Увидев потрясенное и мгновенно вытянувшееся лицо Генри, Анна поняла, что ее подруга и была той Леди, в которую брат безнадежно влюблен. Глава девятая Девушка до вечера пролежала в кровати, сказавшись больной. Леди Элизабет, пометуя о новостях о Джеймсе, не наседала на нее. А брата после ночного разговора девушка больше не видела. Вчерашний поцелуй, слова герцога и особенно потрясенное лицо Генри не выходили из головы Анны. Анна чувствовала, что наломала дров и в своей жизни, и усложнила жизнь брата. Ночью, когда родители давно отбыли на музыкальный вечер Квембли, Анна читала в постели, но часто отвлекалась. Недавние события оказались увлекательнее, чем сюжет книжных перипетий. «Джеймс». Все из-за чувств к человеку, который даже не интересуется ею. Сейчас, после вчерашних слов Чарльза, Анна видела, как все это выглядит со стороны. «Нелегко признать, что любимый человек тебе равнодушен». Слезы уже стали наворачиваться на глаза от жалости к себе, как вдруг послышался шорох под открытым окном спальни. Девушка в ужасе подумала о грабителях и пустом доме. Быстро подбежав к камину и схватив кочергу, она, трясясь от страха, приблизилась к окну. Спустя секунду шорох усилился, и посыпались проклятия. А не имея фатшока, Анна подбежала к открытому окну и высунулась почти наполовину. «Чарльз, что вы здесь делаете?» Потрясенно спросила девушка. «Подумал, что вы, наверное, плачете в одиночестве», сказал мужчина, поморщившись. «Проклятие! Что за ужасное растение?» «Я тут застрял!» «Дайте ножницы!» Анна стала осматривать спальню в поисках нужного предмета и, найдя, подала герцогу. Мужчина находился прямо под окном, так что через минуту, полную щелкающих звуков, он, кряхтя, проник в спальню. Чарльз сразу закрыл легкие занавески и обернулся на застывшую леди. «Ну что ж, это достаточная награда за труды», усмехнувшись, сообщил герцог недоуменной девушке. «Я пощажу вашу скромность, закрою глаза и подожду, пока вы наденете халат». Только тут леди вспомнила, что стоит перед мужчиной в одной тонкой сорочке. Она бросилась к стулу, на котором висел халат. Быстро накинув одежду и туго завязав пояс, девушка стянула его поло на груди. «Чарльз, что вы тут делаете?» нервно спросила она, переминаясь ноги на ногу. Отсутствие достаточного количества приличных покровов ощущалось как никогда. Герцог спокойно оглядывался по сторонам. «Вы вчера, наверное, затаили обиду на меня, так что я решил прояснить ситуацию». «Вы могли бы дождаться подобающего момента», пробормотала Анна. Видеть его в своей спальне было неожиданно и волнительно. Леди была смущена этим появлением. Неопределенно махнув на пару кресел у камина, девушка скованно проследовала к ним. «Я ждал?» хмыкнув, ответил Герцог, усаживаясь на предложенное место. «Генри сказал, что вы собирались к Вембли, но там вас не оказалось». Проезжая мимо, заметил в спальне свет и понял, что вы остались дома. В парадную дверь меня никто не впустил бы, так что пришлось лезть в окно. «Ваша светлость, я не держу на вас обиду», нахмурившись, произнесла Анна. Глядя на относительно спокойного мужчину, леди нервозно размышляла об истинных причинах его столь экстравагантного визита. «И что делать в этой ситуации ей самой?» «Не волнуйтесь», мягко сказал Чарльз. «Я не причиню вреда». «Вы почти задушили себя халатом. Успокойтесь, я пришел просто поговорить». «Я вас слушаю», – сдержанно произнесла она. «Мои вчерашние слова не случайны», – вкратчиво начал мужчина. «Вы заслуживаете лучшего спутника, чем Эмсби». «Не говорю, что я именно тот, кто вам нужен». «Вам стоит расширить кругозор и попытаться выбрать лучшую партию». «Но...» «Если хотите, я не буду ухаживать за вами открыто. Но позвольте попытаться. Ничего, кроме нескольких поцелуев, с вашего согласия, не будет. Вы вольны отказать мне. Я пойму». «Чарльз, вы говорите возмутительные вещи», – тихо воскликнула Анна. «Нет. Если бы этот разговор состоялся под вопли младшей миссу Вэмбли, вы так не посчитали бы». С лукавой улыбкой произнес герцог. «Это правда, но от смущения она не понимала и половины слов. Подойдите ко мне», – сказал герцог. «Нет». «Вы не доверяете мне?» Иронично уточнил он. Леди не доверяла себе. Девушка все время старалась не смотреть на мужчину, разглядывая узор ковра. «Если посмотрит, то поцелует». Вдруг рядом с ее босыми ногами появились черные туфли. Довольно необычные. Мгновение спустя на хрупкие плечи опустили сильные руки и подняли ее с кресла, заставив встать. «У вас нет причин не доверять мне», – тихо сказал он. «Кроме очевидной, я собираюсь поцеловать вас». Резко вскинув голову, Анна посмотрела прямо в глаза Чарльзу. «Вы решили погубить меня?» Сердце девушки трепетало от предвкушения и страха. «Нет. Просто хочу доказать вам, что вы не любите своего жениха. Ваше чувство не более, чем влюбленность, в которой вы себя убедили». Чарльз поглаживал плечи девушки. Ни разу его голос не дрогнул. Казалось, что мужчины совсем не испытывают смущения. Вся обстановка не сильно тревожила джентльмена. «Чарльз, прошу, не говорите так». Анна пустила взор на его сорочку. Произнесённая слишком ранила её. Почувствовав лёгкий поцелуй в висок и то, что герцог теперь обнимает её за талию, она услышала тихий шёпот. «Если бы ты любила его по-настоящему, ты никогда бы не пришла ко мне. Никогда бы не обнимала меня. И не позволила целовать себя в ответ, Анна». Чарльз поглаживал спину девушки, не скованную корсетом, и эти новые ощущения пьянили её. Почувствовав трепет и истому, Анна задрожала. «Чарльз, вы погубите меня», — простонала девушка, чувствуя россыпь поцелуев на своей щеке. «Только если вы позволите», — тихо ответил герцог, целуя её по-настоящему. Став настойчивее, Чарльз одной рукой обхватил затылок девушки, мягко лаская и поддерживая её. Анна обняла его за талию, вцепившись в сюртук, и со стоном стала отвечать на поцелуй. Почувствовав, что он подхватывает её ноги и поднимает на руки, девушка забеспокоилась, но лишь на долю секунды. Чарльз сел на кресло, в котором ранее она сидела, и усадил её на свои колени. Продолжая целовать леди, герцог закинул её руки себе на плечи и принялся крепче обнимать Анну. Шумно вздохнув, девушка откинула голову, чтобы ещё глотнуть воздуха, чувство, как мужчина стал покрывать поцелуями открывшуюся шею. «Чарльз», — тихо простонала Анна. «Всё хорошо», — успокаивал он. «Я просто подержу тебя ещё немного в объятиях и уйду». Усмехнувшись, он добавил. «Можно через дверь? Боюсь оставить половину одежды по твоим окнам. Как ты потом это объяснишь другим?» Засмеявшись, девушка прижалась лбом к его плечу, вдыхая парфюм этого невероятного мужчины. Сейчас она не чувствовала себя смущённой или скованной. Даже сидя на его коленях, чего с ней не случалось с самого раннего детства, только не в его объятиях. «Хорошо, я выпущу вас», — глухо сказала Анна. «Ну, так что ты решила?» «О чём вы?» — недоумённо спросила Анна. «Позволяешь ли мне ухаживать за тобой?» — улыбнувшись, пояснил Чарльз. «Или мне продолжать убеждать тебя дальше?» Мне казалось, что я дала понять, что я согласна. Недоумённо пробормотала Анна. «Моя дорогая, я не склонен догадываться или строить предположения. Мне надо говорить прямо». Подняв голову и взглянув Чарльзу в глаза, Анна сказала. «Я согласна». «Очень жаль», — вдруг ответил он, и, увидев её удивление, с улыбкой добавил. «Я надеялся, что ты будешь упираться, а я уговаривать поцелуями». Девушка едва сдерживала улыбку. «Вы весьма коварны в своей настойчивости». «Ещё какой!» — подтвердил Чарльз целую подбородок Анны и покусывая его по пути к ушку девушки. «Коварни и дьявола, моя дорогая!» Прошептал он, став вновь целовать. Анна пылала от этих ощущений. Целовать Чарльза было так сладко и грешно, что останавливаться не хотелось. «Сейчас мне лучше уйти», — проговорил герцог. Спустя оказалась почти вечность, поглаживая девушку по спине и бедру. «Иначе ты ляжешь в свою постель не одна». «И тогда не жди, что я буду джентльменом». Глава десятая «Анна, вы меня избегаете?» — спокойно спросил Джеймс. «Я в чем-то провинился перед вами». Леди принимала жениха в гостиной. Чай и легкие закуски располагались на столике между ними. «В этом нет вашей вины, просто так складываются обстоятельства», — отстраненно ответила девушка. «Мне казалось, вам нет дела до того, как часто мы проводим время вместе». Лорд Эмс, бевскинув брови, наклонил голову в сторону. «Это не так, моя дорогая», — удивленно произнес он. «Возможно, я и был не слишком внимателен в последнее время. Прошу прощения, но это связано с моими обязанностями в парламенте». «Вы, как искушенная леди, знаете, что судьба многих законопроектов решается не в палате пэров, а за карточными столами гостиных и табаком в кабинетах». Это было правдой. Анну всегда восхищал политический талант Джеймса. Девушка знала, сколько усилий он прилагал, чтобы притолкнуть свои идеи в парламент. Почувствовав легкий укол вины, она взглянула на жениха мягче. «Простите мой ужасный характер», — произнесла леди. «Просто как ваша невеста я испытываю острый недостаток внимания». «Обещают исправить», — с улыбкой произнес Джеймс. «Расскажите, чем вы занимались в последнее время?» Анна слегка покраснела, вспомнив, как дерзко целовалась с герцогом Карлайлом вчера ночью. «Ничего особенного», — ответила леди. «В основном успокаивала матушку, брата. Между ними случился небольшой конфликт, а идти навстречу друг другу они не пожелали. Нам с отцом осталась роль наблюдателей. Мы с лордом Хелли виделись на многих вечерах, но Генри с ним не было». «Брат предпочитает утешаться в другом обществе Лондона», — саркастично высказалась Анна, намекая на кабаки и бордели. Джеймс ничего не ответил на эту шпильку, сделав вид, что не понял, о каком другом обществе Лондона идет речь. «Как поживает ваша матушка?» — учтиво спросил джентльмен. Разговор тек дальше в благопристойном русле. Впервые жених интересовался делами и мнением Анны по различным вопросам. Лидия отвечала сдержанно, но к концу визита сердце вновь застучало от волнения. Анна еще не простила отчужденность мужчины и холодность, но смутная надежда озарила ее лицо. «Может, не все потеряно, и будущее без кого-то третьего в их браке возможно?» Договорившись встретиться на вечернем приеме, Джеймс засобирался по делам. На выходе жених Анны столкнулся с родителями леди. Раскланившись с ними, джентльмен отбыл. «Между вами все наладилось, дорогая?» — с улыбкой спросила леди Элизабет. «Я еще не простила его, если ты об этом, но Джеймс стал внимательнее». «Меня это радует», — тихо сказала мама. «Он хороший джентльмен. Просто мужчинам, как и леди, с детства прививают определенные правила поведения. Возможно, твое любящее сердечко сможет преодолеть барьеры в его душе». Анна в смятении отправилась к себе. «Может, мама права?» Она вдруг обнаружила пороки своего жениха и посмотрела на него в ином свете. Слова брата Джеймса взволновали девушку. Еще совсем недавно она бы никому не позволила усомниться в их семейном счастье. Но колючая истина продолжала терзать на подкорке сознания. Эстер все еще была в игре и числилась возлюбленной лорда Эмсби, открыто выставляющей условия своей лояльности. «Ах, Джеймс, что же ты делаешь?» До последнего момента в жизни Анны существовал лишь один мужчина. Но теперь душа наполнялась восторгом при виде другого джентльмена, который сумел увлечь ее в темный омут удовольствия и греха. «Чарльз», — девушка с волнением смотрела на кресло у камина. «Сейчас ничего не напоминало о том сумасшествии, что она пережила здесь. Все так прилично и благопристойно. Ни одной складки на нем нет, даже подушечка идеально ровно лежит. Как Джеймс, идеальный джентльмен, содержащий любовницу-актрису». Поджав губы, леди почувствовала терзающую боль. «А если откровенно поговорить с ним?» «Если лорд Эмсби не признается в содержании любовницы, Анна будет считать себя свободной от обязательств к этому джентльмену». «К чему навязываться мужчине, который открыто предпочитает другую?» «Но ведь Джеймс принадлежит ей. Они помолвлены, и уже ничто не мешает браку. Сможет ли она закрыть глаза на Эстер?» И всех последующих актрис, что будут скрашивать его досуг, пока сама Анна станет прозевать в фамильном поместье воспитаний наследников, лишь изредка приезжая в город. «Как мама». До первого выхода в свет Анны Элизабет Хэлли практически не покидала пределов усадьбы. «А если Джеймс признается?» Девушку страшила мысль потерять его. Жених был всегда для нее олицетворением стабильности и уверенности. Это словно понять, что ты потеряла весло во время прогулки по озеру. Неожиданно постучав, вошла Рози с коробкой в руках. «Что это?» — поинтересовалась Анна. «Только что доставили для вас. Записки нет». Нетерпеливо открыв подарок, леди ахнула. Внутри лежал удивительной красоты корсет. «О, Боже!» Только один человек мог осмелиться прислать подобный непристойный подарок. Герцог Карлайл. «Как думаете, от кого он?» — спросила любопытная горничная, видя, как краснеет девушка, читая вложенную записку. «Он не будет деревянным. Обещаю». Обещаю. «Он не могло снять его или надеть при необходимости». Эта догадка случайно пришла на ума Анне. «Боже!» Леди даже не могла представить себе этот процесс без участия горничной. Герцог явно нашел его в непристойном месте. Наверное, существовали особые магазины для распутниц. И Чарльз приобрел его там для нее? «Наденете его сегодня?» — спросила Рози. «Надеть?» — удивленно воскликнула леди. «Ну да, он такой красивый, а эти оборки внутри...» «Да чего же пикантная задумка?» «Кто вам его подарил?» «Неужели, лорд Эмсби?» «Рози, не говори чепухи!» А ну смущал сам вид этой непристойной вещицы. «Я купила его давно и забыла. Вот только доставили». «А, ну да, как скажете». Рози явно не поверила, но настаивать не стала. «Тем более наденьте», — предложила горничная, лукаво добавив. «Вы же сами его выбрали». «Рози, тебе заняться нечем. Пойди, займись делами». Когда настало время одеваться для вечернего приема, Розамонда уверенно достала новый корсет из глубин шкафа, куда его тщательно спрятала Анна. На сегодняшний вечер леди выбрала белое платье с фатина, расшитое мелкими звездочками. Такие же звездочки, только бриллиантовые, украшали ее прическу. Тончайший прозрачный вуаль и искусственный веер дополняли образ. Тонкую шейку девушки украшало нижнее ожерелье из некрупных бриллиантов. Этот корсет был намного удобнее всех имеющихся у нее. Очевидно, распутницы были более требовательными к собственному комфорту, нежели благовоспитанные леди. Но чем сильнее Рози его затягивала, тем волнительнее ощущались многочисленные ряды оборок. С каждым вздохом они словно прикасались и ласкали ее. Если герцог хотел остаться незабываемым сегодня, то ему это удалось в полной мере. Грудь уже горела от щекотки, нижняя сорочка совершенно не спасала ситуацию. Соски напряглись и царапались о кружево. Успокаивало то, что это бесстыдство не было заметно окружающим. Прибыв на прием, Анна первым делом стала разыскивать Луизу, но подруги нигде не было видно. Леди хотела поговорить с ней, дабы приснить ситуацию и попросить прощения за сказанное. «Вы сегодня как никогда хороши?» Тихий шепот прозвучал совсем близко от ушка девушки. «Ваша светлость!» вздрогнув, поздоровалась Анна. «Смею ли я надеяться, что мой скромный дар вас порадовал настолько, что вы сочли уместным надеть его?» лукаво произнес бесстыдник. «Вы негодяй!» «Это все, что смогла выговорить девушка!» «Значит, он под этим нарядом!» усмехнулся он. «Рад, что счастливил вас подарком!» «Вы могли бы подарить шаль и ливеер!» пробормотала леди. Они разговаривали очень тихо, так как Чарльз стоял в тени за большой колонной, а леди Анна на свету открыта взором всей гостиной. «В чем удовольствие дарить вам веер или шаль?» продолжал развлекаться герцог. «Это приличные подарки!» «Это все условности!» ответил Чарльз с усмешкой. «Вам удобно в нем?» «Да», — призналась Анна, едва сдерживая улыбку. «Воспользуйтесь веером, чтобы прикрыть пространство за левым плечом!» неожиданно приказал герцог. «Зачем?» «Делайте», — попросил Чарльз с усмешкой. Только выполнив его просьбу, она поняла коварный замысел. Бесстыдный даритель наклонился к его плечу и стал покрывать его поцелуями. Застыв и перестав обмахиваться веером, Анна была ошеломлена этой дерзкой лаской. «Продолжайте медленно махать, моя леди, иначе это будет подозрительно», посоветовал герцог с тихим смехом. «И не надо таких изумленных глаз, вы выдаете нас головой!» «Чарльз, прошу!» «Достаточно», — сдавленно прошептала она. «Что уж, ваша права отказать мне в этом!» Карлелл, сожалению, отступил в тень. «Признайтесь, вам понравилось?» «Что конкретно?» «Поцелуй или подарок?» «И то, и другое», — уточнил герцог. «От первых я еще в шоке», — призналась Анна. «От второго в ужасе». «Хорошо», — коротко хохотнул Чарльз. «Подарю вам еще». С этими словами мучитель удалился. Спустя несколько минут Джеймс, предложив свою руку, вывел леди в сад. Глава одиннадцатая «Леди Анна, вы сегодня как никогда восхитительны», — вдруг сказал Джеймс, подведя невесту к открытой площадке перед фонтаном. «Благодарю, милорд», — тихо ответила девушка, размышляя, как бы заставить Чарльза прекратить шокировать ее. «Сегодня такой прекрасный вечер», — снова произнес Джеймс, глядя на освещенное луной лицо Анны. «Вы правы», — рассеянно согласилась невеста, все еще погруженная в свои мысли. «Что с вами?» — хмуро спросил Джеймс. «Вы как будто не со мной». «Вам показалось», — спокойно ответила леди, глядя в глаза лорда Эймсби. «Я чего-то не знаю», — допытывался он. «Может, вам стоит поделиться своими заботами?» «Я с удовольствием разрешу их». Леди смотрела на Джеймса и впервые поняла, что завладела всем его вниманием. Раньше он также рассеянно отвечал на ее вопросы и просьбы. Это было необычно и грело, истерзанную душу девушки. «Может, поцеловать его и посмотреть на реакцию?» Они в конце концов помолвлены. Решительно шагнув к джентльмену, Анна положила руки на талию Джеймса и прильнула к нему. Мужчина удивленно приподнял брови от неожиданности и смелых действий невесты. Посмотрев ему в глаза, она тихо произнесла. «Обнимите меня!» Джеймс медленно повиновался. И девушка, привстав на цыпочки, легко поцеловала его в губы. Сначала джентльмен не отвечал на столь дерзкие ласки своей невинной невесты, но позже страсть завладела им. Анна открыла рот и прикоснулась кончиком языка к губам жениха. Жаркий поцелуй завертелся вихрем, опаля огнем. Мужчина обхватил затылок девушки, углубляя и направляя Анну. Лиди склонила голову к правому плечу, и лорд Эмсби получил доступ к нежной шее и плечам. Осыпая страстными поцелуями открывшуюся плоть, он крепко сжимал невесту в объятиях. «Остановись!» прошептала Анна. «Кажется, сюда идут». «Анна!» «Джеймс, будьте благоразумным!» настаивала Лиди. «Вы моя невеста, я имею право», продолжая покрывать жаркими поцелуями шею девушки. «Вы не считаете, что поздно вспомнили об этом?» спокойно поинтересовалась девушка, отступая от него на шаг. Не поняв смысла сказанной фразы, Джеймс недоуменно разглядывал свою невинную невесту. Но для подобного у Анны был слишком спокойный вид. Когда он сам пылал, словно в лихорадке, Лиди была хладнокровна. Это может быть один из двух вариантов. Либо она фрегитна, либо опытна. Прищурившись, Джеймс увидел группу гостей, входящих на ту же площадку, где разместились они. Второй вариант исключался, так как Джеймс знал, что она влюблена в него. Анна никогда не проявляла интереса к другим мужчинам. «Вы остались холодны к моим поцелуям?» Пробормотал он. «Нет. Просто вы слишком много задолжали мне за годы помолвки», спокойно ответила Анна. «Но отныне я считаю себя свободной от обязывающей нас договоренности». «Что?» Искренне удивился джентльмен. «О чем вы?» «Джеймс, вы никогда не уделяли должного внимания мне, как своей невесте», сказала Лиди так, словно они говорили о погоде, причем исключительно пасмурной. «Я устала выглядеть в глазах всего света безответно влюбленной глупышкой». «Анна! Хватит, Джеймс!» прервала его девушка. «Достаточно унижений для меня одной. Вам не кажется?» Лиди спокойно развернулась и направилась в сторону особняка, попутно поздоровавшись с группой беседующих Лиди и их кавалеров. Ошеломленный лорд Эмсби продолжал стоять у фонтана, не понимая, что только что произошло. «Как подобное могло случиться?» Лиди Хэлли разорвала их помолвку. «Анна, без памяти влюбленная в него, оставила его?» «Где он совершил ошибку?» Девушка решительно шла к особняку, тяжело вздыхая. Анна не могла поверить, что произнесла те судьбоносные слова и сама отказалась от человека, которого еще недавно так любила, сгорая от ревности к любовнице-актрисе. «О боже!» Она действительно разорвала помолвку с Джеймсом. Вспомнив его потрясенное лицо, Лиди похолодела. «Что она натворила?» «Это все Чарльз и его подарок». Когда Анна решила по-настоящему поцеловать своего жениха и применить все полученные у герцога уроки, этот проклятый корсет не переставал напоминать о другом мужчине. Поцелуи Джеймса были умелыми, и, возможно, еще неделю назад она бы упала в обморок от испытываемых чувств. Но не сейчас. Не после того, что девушка пережила в обетях Чарльза. «Господи, что теперь делать?» «Как сказать о разорванной помолвке родителям?» «Матушка сойдет!» Неожиданно Анну втянули в узкий проем в живой изгороди, вдоль которой шла Леди. Не успев закричать, девушка уловила до боли знакомый парфюм. «Чарльз!» «Вы с ума сошли?» прошепела Анна. «Я чуть со страху не умерла!» «Понравилось?» мрачно спросил герцог. «Что?» «Быть схваченной?» недоуменно уточнила Леди. «Нет, ваша светлость!» «Это была дурная шутка!» «Целоваться с Джеймсом!» процедил мужчина. «Анна ахнула от неожиданности!» «Он видел их!» «Чарльз!» «Отвечайте, Анна!» «Нет!» вспыхнув, выпалила доведенная до предела девушка. «Ваш подарок не давал забыться и получить удовольствие!» «Хорошо!» и бурно отзывалась на каждую ласку. «Этот мужчина умел пьянить и околдовывать!» «Не целуй его больше!» Жарко потребовал он, покрывая шею и грудь Анны россыпью поцелуев. «Не так, как целуешь меня!» «Чарльз!» Она собиралась сказать, что разорвала помолвку Джеймсом, но не успела. Поняв, что Герцик задрал подолу ее платья, леди запаниковала. «Чарльз, что вы делаете? Прошу вас!» «Не волнуйся!» «Я сделаю тебя своей только тогда, когда ты освободишься от жениха!» Прошептал Герцик, прикасаясь к девичьему бедру.